Итак, давайте создадим Array 2S генератор и приступим к созданию стеклянного фасада из этих деталей. Ссылку на сцену, с которыми я оставил в закрепленном комментарии. В первую очередь, Вам нужно зайти в настройки Array 2S и в Rules выбрать Scale для Default Segment Mode. Затем добавляем базовые объекты, сегменты Spline. Ноду Spline соединяем слотом X-Spline. Затем в настройках Array проверяем, чтобы все было как у меня для опций Y-Spline и Y-MODE. И в самой ноде X-Spline указываем данную кривую. Далее для опции Y-Size вводим значение равное 10 метров. Затем выбираем ноду Default. В ее настройках для опции Alignment-Z активируем Pivot. После чего, подключаем первый объект со стеклом в слот Object. После этого, соединяем ноду Default с одноименным слотом. У Вас сразу же появится такой баг. То есть в данный момент, стекло не распространяется по кривой, а нам нужно получить угол. Для того, чтобы это исправить, выделяем Array 2S ноду. И для параметра X-Rotation вводим значение равное 90 градусов. Таким образом, Вы получите нужный объект. При желании, можно изменить его высоту, с помощью изменения значения параметра Y-Size. Далее клонируем ноду Default и добавим остальные объекты. После того, как появятся все ноды, наша задача сделать правильное соединение, чтобы получить параметрический объект из этих всех сегментов. Напомню, что если Вы приблизитесь, то Вы здесь увидите подсказки Start, End, Top и иконки. Поэтому, я думаю, что здесь сложность не возникнет в формировании Ваших сегментов и сложных объектов. Но я подробно все равно расскажу. Сначала добавим углы. Это LB Corner, Inner Corner и Inner Corner. Давайте с ними поработаем. Пока Inner Corner нам не нужна. ЛБ Corner. Итак, как Вы помните, есть уже Mirror. Его можно использовать для углов. И первым делом, LB Corner, так называемый, он находится здесь. Вот Start, Bottom. Его просто перетягиваем сюда. Теперь нам, чтобы получить End, Top в угол, нам достаточно этот Corner отразить. В самом Мирроре уже стоит X, поэтому нам достаточно просто соединить эту ноду и поместить ее в End, Top. Таким образом мы получим, как видите, смотрите, есть один угол и есть отраженный второй угол. Теперь клонируем этот объект, Copy, Past и в нем выбираем отражение по Y. И это у нас будет Start, Top. Как видите, он появился. Теперь нам нужно создать End, Top. Для этого дублируем снова Mirror. В нем выбираем XY и соединяем с End, Bottom. И таким образом, как видите, получили нужный угол. Итак, еще раз проверяем, чтобы не запутаться. LB Corner, соединяем со Start, Bottom. Затем делаем первый Mirror, который с Y и соединяем со Start, Top. Затем делаем второй Mirror, который Axis X и Y и соединяем с End, Top. И следующий Mirror с обычным X соединяем с End, Bottom. Таким образом, как видите, получились нужные углы, которые правильно расположены. Так, теперь наша задача добавить Left Side и Bottom Side. Давайте эти пока опустим вниз. Начнем с Left Side. Так, чтобы не путаться, LB Corner перетянем сюда, чтобы он нам пока не мешал. Так, Left Side. Дефолт поднимем выше. Left Side это левая сторона и ее перетягиваем к Quitty сюда. Start. В End нам нужно отразить, то есть тот же Mirror. Соединяем. К Quitty появилось две стороны. Следующая задача, это Bottom Side. То есть это поднимем выше, чтобы она нас не отвлекала. И добавляем Bottom Side. Bottom Side мы помещаем сюда. Затем делаем опять Mirror. Mirror помещаем в Top. Соединяем сегменты. И здесь выбираем Y. Таким образом мы получили две стороны нижнюю и верхнюю. Так, теперь нам нужно добавить Corner X и Y Event. Начнем с этих Event. Соединяем их соответственно в X и Y. Вуаля, у нас получилась такая решетка. Кстати, по умолчанию у вас может стоять в самом генераторе. В Rules XEvently равный 0. И поэтому желательно Distance ставить побольше. То есть в Rules здесь ставим Distance 1 метр. Можно больше. Тут уже по желанию. Лучше 1 метр. Это примерно как у вас подходит под данные параметры. Самое главное отмечать галку Extended to Side. Если ее убрать, то у вас не будет соединения с Top и Bottom, как видите. Если ее включить, то все соединяется как нужно. Теперь осталось добавить Corner. Inner Corner. Просто перетягиваем в X Corner. И таким образом получаем такую форму. Единственное, что в Array и в Rules вам нужно для X Corner также поставить Extended to Side. Потому что, видите, здесь будут такие вот косяки. Затем обязательно должна быть галка BWC. Если вы хотите сделать такой разрез. Или если не хотите, то можно его убрать. Обычно я ставлю 5%. Можно больше, можно меньше. Тут уже как хотите, экспериментируйте. И игры Evenly также соединяем. И здесь настраиваем расстояние. Можно 2,5 метра. Можно меньше. Допустим, 1 метр. Получить такую решетку. Можно 3 метра. Здесь уже, как вам интересно, тут все параметрически и очень удобно. Быстро меняется, как видите. Единственный момент для Y-Cemently всегда выключается Extended to Side. Потому что в данном случае нам не нужно расширение. Если мы выключим, то будет такое происходить обрезание. В принципе, все. Также у каждого можете поработать с паддингом. Если видите какие-то косяки. Сделать фиксированную размер. Поиграть с этими общим параметрами. Понастраивать их. Посмотреть. Стало ли что-то лучше. Чаще всего я настраиваю паддинг. Потому что иногда бывают какие-то неправильные смещения. Поэтому паддинг в каждом параметре очень важен. Теперь, как вы помните, в любой момент можно выбрать Spline. И поменять путь. И получить этот параметрический объект. На разных Spline. На этом со вторым упражнением по Array 2S. Все. Идем дальше. Итак, для следующего упражнения качаем Bend Slides Scene. И теперь поговорим о техниках деформации геометрии в RailClone. В архиве вы найдете две сцены. Bend Slides и Bend Slides 1. End с конечным результатом. Открываем Bend Slides. Одна из самых мощных возможностей RailClone. Это способность деформировать геометрию, следуя по пути. Сегменты могут быть установлены так, чтобы следовать кривизне сплайна по осям. X и Y с множеством дополнительных настроек для управления деформированием геометрией по оси Z. А если вы выделите объект и зайдете в стиле. То в настройках Linear 1S в каждом сегменте есть правило деформации и есть галка Bend. Если ее отжать. То вы видите, как сегменты не повторяют форму сплайна. А изгибаются нужным образом иногда. Именно это нужно в работе с RailClone. То есть в реальной жизни есть и такие объекты, которые просто вот так вот повторяют форму. И не всегда повторяют форму изгиба сплайна. То есть сразу помним. Если у вас не устраивает форма изгиба. Включаем Bend. Рядом с бендом также вы можете увидеть деформацию Slice. И если обратите внимание на демную часть. То как видите, она обрезается неправильно. То есть у белого барьера. И у красного барьера нужно выключить Slice. Таким образом форма будет восстановлена. Но сразу же учитывайте тот момент, что при выключении Slice под сплайн. А форма будет залезать за этот путь. Это очень важно помнить. Потому что вы можете начертить определенный сплайн. А у вас будет обрезаться форма. Всегда это учитывайте. Также, я думаю, вы помните, что если у вас не устраивает качество сглаженного. То есть изгиб не такой сглаженный. То здесь увеличиваем Curve Steps. Тем самым увеличиваем интерполяцию сплайна. Не заходя в настройки самого сплайна. Также Bend и Slice в каждом из сегментов используются для оптимизации рендера. То есть всегда помните это правило. И там, где не нужен Bend или Slice, всегда его отключайте, чтобы ускорить рендер. Теперь поговорим о деформации по оси Z. И для этого скачаем сцену Z Deformed Mods. В сцене вы увидите такой объект, у которого есть анимация. И теперь настроим разные виды деформации. Для визуализации сцене созданы специальные стрелки. Желтая помогает проиллюстрировать, как текущий режим деформации влияет на вертикальные элементы геометрии. Красные стрелки иллюстрируют, как текущий режим деформации влияет на горизонтальные элементы в верхней и нижней части геометрии. А синяя стрелка показывает, как режим деформации влияет на горизонтальные элементы в середине геометрии. То есть благодаря этим стрелкам вы сразу же будете видеть, как каждый режим, который мы будем выбирать, будет влиять на деформацию каждой из стрелок. Итак, выбираем данный объект, заходим в стиле и выбираем Box 002, заходим в его Properties, в Deform. И здесь есть три вида Adaptive, Vertical и Step. Сейчас о каждом поговорим. Итак, в Adaptive режиме вертикальные отрезки сегмента, то есть желтые стрелки, выровнены перпендикулярно траектории, в то время как горизонтальные элементы красные и синие стрелки следуют по пути. Это мы наглядно видим, когда изгибаем объект. То есть если включить анимацию... Как видите, все идет так, как я описал. А следующий режим Vertical. В этом режиме, как можете заметить, желтые стрелки остаются вертикальными, но горизонтальные элементы, то есть синие и красные стрелки, деформируются по оси Z. Чтобы соответствовать высоте пути. И последний режим Step. В этом режиме, по оси Z не применяются никакие деформации и каждый сегмент сохраняет свое вертикальное выравнивание. То есть смотрите, стрелки синие, красные, желтые не деформируются. В дополнение к этим трем режимам, есть еще два дополнительных гибридных режима, которые объединяют алгоритмы вертикальной и ступенчатой деформации. То есть выбирая Vertical или Step, вы будете внизу видеть такие две опции. Vertical Top, Vertical Bottom и Flat Top, Flat Bottom. Давайте посмотрим, на что они влияют. Смотрите, чтобы включить гибридный режим, вам нужно в каждом из них, в Step и Vertical, увеличивать значение Flat Top, Flat Bottom и Vertical Top, Vertical Bottom. Давайте Vertical увеличим на 1 метр. И что мы видим? Синие линии продолжают изгибаться по сплайну, а красные сверху и снизу становятся Steped. Включается гибрид Vertical и Steped. Если перейти в Steped режим, то здесь наоборот. Синие линии будут изгибаться по шагу, то есть Steped. А вертикальные линии Vertical Top, Vertical Bottom, то есть красные, вот вы видите, они изгибаются по сплайну. Еще раз переключим режим. Здесь красные, в Steped. Снизу и сверху. Здесь синие. Таким образом, можно включать гибридный режим. И получать довольно интересный результат. Идем дальше. Кстати, благодаря операциям с этими режимами, вы можете получать очень сложные лестницы и делать сложную лестничную геометрию. В одной из частей урока мы поговорим как раз об этом. Выполним такие упражнения. А сейчас идем дальше и поговорим о том, как настроить выравнивание, пересечение и трансформацию геометрии. И для этого упражнения нам понадобятся три сцены, которые находятся в данном архиве Material for Toots. Качаем его и открываем первую сцену, которая называется Slate Tiles. Как обычно, в архиве лежит и конечный результат, который вы можете получить. Slate Tiles End. Давайте сразу поменяем отображение Slate Tiles на боксы. Вот таким вот образом. Как видите, здесь очень много полеонов, поэтому лучше не включать режим Mesh. Потому что Viewport может сильно тормозить. Как можете заметить, сейчас данная крыша, то есть плитка на крыше, не имеет вариантов. Но мы можем их добавить в Style Editor с помощью трансформации, поворота и так далее. Итак, выбираем Slate 02. Заходим в настройки Transform. И здесь есть Random Translation Rotation Scale. Давайте отметим галкой Translation и зададим значение по Y, минус 10 и 25. Таким образом, вы уже увидите какую-то вариацию смещения и результат уже будет более интересным. Затем, вы можете включить Rotation и задать значение по X и Z, равный минус 2, 2 и в Z, минус 2, 2. Получилось еще более интересный результат. И давайте сделаем Randomness Scale. По X, Y и Z, сделаем 90, 90, 90 и 120, 120, 120. Таким образом, получим такую интересную вариацию. Хочу заметить, что в данном стиле эти изменения в настройках преобразования, то есть трансформации, должны влиять на положение соседних сегментов. Для этого обязательно убедитесь, что Transform Effect Size остается включенным. Если вы хотите использовать размер исходного сегмента перед трансформацией, то можно отключить этот параметр. И вы увидите разные вариации. А если вы отрендерите данный результат, сначала с включенным Transform Effect Size. С выключенным, если его включить, то вы увидите. Давайте я в History сохраню, чтобы видеть разницу. Сохраняем вариант с включенным Transform Effect Size. И выключаем его. Рендерим. И теперь сравним. Как видите, результаты разные. Поэтому здесь решать вам, что использовать. Какой вариант. Идем дальше. Давайте сейчас поговорим о паддинге. И для этого откроем сцену, которая также находится в этом архиве. Сегмент паддинг. Итак, как вы можете заметить, сейчас есть смещение. И нам нужно настроить эти трубы так. То есть, вот эти области. Чтобы не было пробелов. Для этого выбираем RS Pipes. Заходим в стиле. Выбираем Pipe Cap. Это как раз вот этот объект. И настраиваем паддинг на минус 2. Давайте сейчас Style Editor вот так перенесу. Минус 2. И минус 2. Как видите, сейчас все ровно, все выравнилось. И таким образом вы можете настраивать данный паддинг. Если у вас есть какие-то пробелы. Мы уже в одном упражнении разбирали его. Ну, давайте поговорим о нем еще раз. Давайте откроем сцену. С Windows. Генератор Padding. Чтобы видеть, как работает паддинг еще раз. Открываем Style Editor. Включаем Windows. И видим сгенерированное окно. Но, как вы можете заметить, оно не выглядит реалистично. Нужно настроить паддинг. Потому что у нас должны быть границы, рамки. Поэтому выбираем Windows. Заходим в Limit. И настраиваем размеры окна. То есть слева это будет примерно 193. Как видите, появилась рамка справа. То же самое значение. Вот, уже окно не залазит. Затем Stop 145. Отлично. И снизу 90. Таким образом, получили реалистичное окно. Теперь можно закрыть Style Editor. и YXSide можно настраивать. Смотрите. И как видите, паддинг применяется. И вы можете создать окно любого размера. При этом, паддинг будет учитываться. Это очень круто. И именно этим рейтлоном мне нравится. Что параметрически вы можете настроить стиль. И затем менять размер окна. Или какого-то другого объекта. При этом, все настройки будут сохраняться. Как видите, все очень просто. Идем далее. В следующем упражнении мы поговорим о трех операторах. Это Selector. Compose. И Sequence. Для этого нам понадобится следующая сцена. Которую можно скачать по архиву. В архиве будет две сцены. Operators One и Sequence Piano. О них сейчас и поговорим. Итак, открываем сцену оператор One и приступаем к упражнению. Выбираем RC Wall. Открываем Style Editor. И видим здесь Wall and Pillars. Которые соединены в сплайн. Итак. Давайте создадим вариацию с сегментом Wall Default. Это вот у нас такой вот сегмент. Его распространим по сплайну. И сделаем разные вариации с помощью ноды Randomize. А также используем две эти верхушки. Создадим ноду Selector. И позволим юзеру выбирать в стиле одну из них. Так. Чтобы добавить разнообразие, перетягиваем оператор Randomize. И добавляем его в Default. Далее в Wall Default соединяем с Randomize. Таким образом мы получим интересную стенку. Теперь добавим немного разнообразия. Для этого создадим три ноды Mirror. Чтобы сделать зеркальное отражение по нескольким осям. Соединяем их все с Randomize. Затем в Wall Default соединяем с каждой. И теперь у каждого Mirror выберем свою ось. У первого Mirror выбираем Y. У второго Mirror выбираем Z. И у третьего Mirror выбираем YZ. Таким образом получаем интересный Randomize с Mirror. А теперь давайте добавим верхушку, которая закрывает эти кирпичи. То есть вот два вида верхушек. Они у нас здесь. Wall Capping и Wall Capping 2. И теперь используем оператор Selector. Чтобы позволить пользователю выбирать между ними. Какая верхушка будет в данной модели. Соединяем Wall Capping с Selector. А в самом Selector соединяем в CapDefault. И что мы видим? Есть первая верхушка. Если зайти в Selector и задать индекс 2. У нас будет выбрана вторая верхушка. Если снова выбрать один. Будет первым. Но постоянно заходить в Style Editor. Открывать его. Это неудобно. Поэтому нам нужно параметры перенести в настройки модификатора. То есть сюда. Для этого нажимаем на Selector и правой кнопкой мыши. И выбираем Export Parameters. Здесь выбираем Index. Ок. Но сейчас ничего не будет работать. Для того, чтобы данный параметр появился здесь. Нам нужно создать Parameters. Есть Numeric. И его соединяем с Index. Таким образом мы увидим здесь уже оператор. И включаем Limit. Минимальное значение 1. Максимальное значение 2. Теперь, если закрыть Style Editor. Выбрать Index. И менять значение. 1. 2. Мы можем выбирать разные верхушки. К вашему сведению. В Selector можно добавлять множество вариантов. Геометрии. И таким образом. Иметь возможность. Менять в любой момент. Выбирать разную через Index. Идем далее. Итак. Нам нужен оператор. Который добавит данный объект. Вот он у нас есть. Добавит. В начало нашей стены. В конец нашей стены. В угол. И создать Evently. То есть мы сможем распространять его по всей стене. И этот оператор называется Compose. Итак. Давайте я пока оптимизирую report. Дисплей поставлю Unboxes. Чтобы он не тормозил. Открываем RC Wall. Ставим в Style Editor. И начинаем работу. Сначала добавим Compose оператор в Start. Итак. Перетягиваем первый Compose оператор. Его соединяем сразу со стартом. И здесь у нас есть три сегмента. Wallpeer, Wallstart, Wallend. Они нам пригодятся. Начнем мы с Wallpeer. Его перетягиваем в Compose. А во второе соединение входящее соединение. Соединяем Wallstart. В сцене уже в Wallpeer настроен паддинг. А таким образом Wallstart правильно стыкуется. Давайте я сразу включу на время отображение дисплей. Мы видим, что соединение произошло правильным образом. Теперь соединим конечную часть стены. Добавим такой же столбик. Для этого создаем второй Compose. Его соединяем с End. И Wallpeer соединяем в первое соединение. А Wallend во второе. Точнее, так. Wallpeer соединяем со вторым соединением. А Wallend с первым. Таким образом получаем столбик в конце. Правильно состыкован. Естественно. А теперь добавим данный столбик в угол. И так же, вариацию распространения данных столбиков по всей стене. То есть, Evently, как вы помните, делает эту операцию. Создаем третий Compose. Его соединяем, естественно, с Corner и Evently. Итак. Wallend соединяем с первым входящим соединением. Wallpeer со вторым. И Wallstart с третьим. Таким образом получили три соединения. И что мы видим? Столбик добавился в угол. И так же, столбик распространился по всей стене с помощью Evently. Я думаю, вы так же заметили, что в этом упражнении есть нода Null. Ее мы будем использовать, чтобы создать правильный интервал. И чтобы, если обратите внимание, сейчас данные верхушки проходят сквозь кирпичные столбы. Это неисправильно. И как раз нода Null. Пустой сегмент. Будет использоваться для добавления пространств в массив. Но данный Null не будет содержать геометрию. Он просто используется для... Как я и сказал, для добавления пространств в массив и исправления этих люков. То есть Null соединяем в капе с Start Corner, Empty и End. Затем правым кликом мыши вызываем меню. Выбираем Export Parameters. Fixed Size. X. И нажимаем ОК. Затем нам нужен WallPier. На нем нажимаем правой кнопкой мыши. Export Parameters. Fixed Size. Fixed Size. X. И нажимаем ОК. Затем нам нужно экспортировать атрибут, который соединим с Null. Для этого на WallPier нажимаем Export Attributes. Size. X. ОК. И теперь соединяем исходящее соединение с входящим соединением XFixed Size. Таким образом, если обратите внимание на столбик. Вот здесь вот. То... Вы увидите, как верхушка не входит уже в него. Если выключить Null, то мы увидим, что она входит. И это есть неправильно. И напоследок разберем последний Sequence оператор. А остальные операторы уже разберем в следующих главах. Итак, открываем сцену Sequence. Piano Start. И приступаем к разбору упражнений. Итак, оператор Sequence создает шаблоны сегментов путем стеклического перебора по списку входов. То есть, Inputs, который мы видим здесь. Sequence оператор. Оператор находится в списке операторов. Называется он Sequence. Начинается он с верхней части списка и заканчивается нижней. Каждый сегмент может быть повторен с использованием простого счетчика. Когда счетчик достигает своего предела, реклон переходит к следующему элементу в списке. Когда последовательность достигает конца списка, он начинается сначала. В отличие от Compose оператора, который мы разбирали. Последовательность может увеличиться на любой из осей X, Y или Y. И последовательность может быть сброшена либо в начале каждого спайна, либо в начале нового раздела. Давайте сейчас разберемся поподробнее, что это значит. Итак, чтобы увидеть работу Sequence, давайте его перетащим. Как видите, в упражнении уже все объекты добавлены. Давайте посмотрим, как они выглядят в сцене. Пока закроем Style Editor. Вот они наши объекты. С помощью них мы создадим последовательность этих сегментов. Тем самым получим летающая пианино. Это FlatSharp объект, затем есть CF объект и J объект. Также есть A объект. Вы сами видите, тут в списке можете выбирать, разобраться. Какой из них где. Так. Открываем снова Style Editor. Включаем камеру. Добавляем Sequence Operator в Default. И теперь построим последовательные соединения. Для того, чтобы получить летающая пианино, которая выглядит правильным образом. А чтобы понять, как делать соединения, давайте посмотрим, какие у нас объекты есть. CF объект. Вот он. Сначала идет он. Поэтому в Style Editor. В Style Editor сначала соединяем CF с секвенсером. То есть просто так перетягиваем сюда. Делаем входящее соединение. Раз. Затем, естественно, у нас должна идти черная клавиша. То есть ее уберем и соединяем таким образом. После чего у нас идет D. Давайте в камере смотреть, как это выглядит все. Затем снова FlatSharp. То есть черная клавиша. Затем EB. Снова CF замыкающий. Затем FlatSharp. J. FlatSharp. A. FlatSharp. И EB. Таким образом, мы получили такое пианино. И таким образом, мы получили повторяющийся шаблон из 12 нот. Который есть в фортепиано. Оператор секвенсора идеально подходит для создания регулярных и повторяющихся шаблонов по оси X и Y. В принципе, вы расположение можете менять. И получать разные интересные результаты. Главное, не обязательно прям так последовательно задавать. А в данном случае, мы расположили ноты, как они идут на реальном фортепиано. И таким образом, мы получили такую интересную композицию. Это все, что я хотел рассказать данной главе. Поздравляю вас с ее окончанием. И если вы внимательно смотрели части данной главы. И повторяли упражнения. То вы должны хорошо понимать принципы, лежащие в основе подхода RealClone к процедурному моделированию. Благодаря ним, вы уже, скорее всего, научились загружать и адаптировать пресеты из библиотеки. Создавать собственные массивы 1D и 2D. Использовать оператор для изменения сегментов. То есть, я думаю, этих знаний достаточно, чтобы понять принципы и уже начать работу с RealClone. И после изучения данной главы, RealClone уже не будет казаться таким сложным, страшным. И вы уже сможете создавать что-то интересное. Поэтому пока на этом все.